Продолжение следует... Парные согласные звуки – это твердые – ж, ш, ц, и мягкие – ч, щ, и. Различать согласные по твердости и мягкости необходимо для того, чтобы правильно произносить слова и правильно их писать. Существует два способа обозначения мягкости согласного на письме. Во-первых, с помощью мягкого знака. Сравните слова «уголь» и «угол». Они различаются парными по мягкости и твердости звуками. Второй способ обозначения мягкости согласного на письме – с помощью букв «е», «ё», «ю», «я», «и». Сравните слова «люк» и «лук», которые тоже различаются парными по мягкости и твердости согласными. Следующая наша тема – это определение слова как часть речи. Чтобы ответить на этот вопрос, какой же частью речи является данное слово, мы должны знать, что это слово обозначает, на какой вопрос оно отвечает, какими морфологическими признаками обладает, как изменяется, каким членом предложения является. Разберем это на конкретных примерах. Перед нами однокоренные слова. Проверим, какой же частью речи является каждая из них. Шуметь отвечает на вопрос «что делать», обозначает действие, это глагол. Шум отвечает на вопрос «что», обозначает состояние или у него общее грамматическое значение предмета, это имя существительное. Шумный отвечает на вопрос «какой», обозначает признак предмета, можно добавить сюда существительное. Шумный класс – это прилагательное. А вот слово «шумный» может быть разными частями речи. Если оно относится к глаголу, отвечает на вопрос «как», обозначает признак действия, это наречие. Если оно относится к существительному, отвечает на вопрос «какого», обозначает признак предмета, то это имя прилагательное в краткой форме. Будьте внимательны с такими словами, различайте их. Следующая наша тема – это правописание приставок, оканчивающихся на «з», «с». Правило простое. В приставке пишем букву «з», если она стоит перед буквой, обозначающей звонкий согласный или гласный звук. Посмотрите, в словах «безграмотный», «взлететь», «избить», «низвергаться», «разваленный», «чрезмерный». Всюду пишем букву «з», так как следующий звук, следующая буква, стоящая после этой приставки, обозначает звонкий согласный. В этом случае произношение у нас совпадает с написанием слова. А вот слово «безвкусный» у нас является исключением, потому что в приставке мы пишем букву «з», но она у нас обозначает глухой согласный «с». И продолжение этого правила. В приставке пишем букву «с», если она стоит перед буквой, обозначающей глухой согласный. В этом случае также у нас произношение совпадает с написанием «бескрайний», «восхвалять», «ниспадать», «расщепить». В слове «исчезнуть» выделим историческую приставку «из». В современном языке, конечно, у нас корень «исчез». И в слове «чересчур» выделяем историческую приставку «через», которая попадает под это правило. Но современный корень – корень «чересчур», все слово. Различайте эти слова со словами, в которых есть приставка «с». Она не изменяется, пишется всегда одинаково, независимо от того, как произносится. «Списать» – здесь все хорошо, здесь у нас совпадает. «Сделать» происходит озвончение, но в приставку пишем «с». «Сгореть» – то же самое озвончение, но в приставку пишем «с». И помните, что есть слова «здесь», «здешний», «здание», «здоровье», в которых нет приставки. Все слово начинается с корня, и первая буква этого корня – буква «з». И последняя наша тема – это постановка тире между подлежащим и сказуемым. Разберем на примерах, когда же ставится тире между подлежащим и сказуемым. «Смех» – прекраснейшее свойство людей. Подлежащий смех выражен в существительном в именительном падеже. «Смех» – что это? Это свойство. Сказуемое выражено также в существительном в именительном падеже. И в таком случае между ними нужно поставить тире. Другой пример. «Трудиться» – значит идти к своей цели. «Подлежащее» – «трудиться». Что говорится про подлежащее? «Трудиться» – значит идти. Сказуемое выражено глаголом в форме инфинитива. К нему присоединяется еще частица «значит». Входит в состав сказуемого. И подлежащее и сказуемое выражено глаголом в форме инфинитива. Значит, нужно ставить тире между ними. И последний пример. «Счастье» – это видеть плоды своего труда. «Подлежащее» выражено в существительном в именительном падеже. «Счастье» – что это? Это видеть плоды. Сказуемое здесь выражено глаголом в форме инфинитива. В состав сказуемого входит частица «это». В таком случае между подлежащим и сказуемым нужно ставить тире. Обратите внимание на частицы «значит» и частицу «это». Если они входят в состав сказуемого, то тире ставится как раз перед ними. Продолжение следует...